Российская авиация в Сирии уничтожен крупный пункт управления группировки Джабхат Ан-Нусра. Как сообщил официальный представитель Минобороны, генерал-майор Игорь Коношенков, объект был хорошо замаскирован. Обнаружили его российские беспилотники, после чего Су-24 нанесли удар. Кроме того, в провинции Хама российская авиагруппа разбомбила мастерскую по ремонту бронетехники. В баронном ведомстве подчеркнули, лишившись большей части оружия и техники на линии соприкосновения с сирийскими войсками, боевики вынуждены менять тактику. Банфермарания действуют не так нагло, как это было еще месяц назад. Сегодня террористы пытаются вести маневренную оборону, регулярно перемещаясь и прячься от ударов как сирийских правительственных войск, так и нашей авиации. Постоянно изменяются маршруты доставки оружия и боеприпасов. Причем осуществляется это преимущество в ночное время со всеми элементами маскировки. Как отмечают в Генштабе, сейчас террористы испытывают острую нужду в боеприпасах, оружии и топливе. Сирийской армии с помощью российской авиации удается вытеснять боевиков из ранее подконтрольных населенных пунктов. Наши вооруженные силы совместно с отрядами народного ополчения установили контроль над высотами вокруг населенного пункта ГМАМ, уничтожив большое количество террористов и их вооружений. Также захвачено оружие и боеприпасы на севере Латакии. Уничтожены три адских пушки, пять минометов, взрывные устройства из газовых баллонов, турецкое снаряжение. В течение суток в Сирии ликвидированы десятки складов с боеприпасами, бронетехника, пылевые лагеря. Повысить эффективность вылетов помогли дополнительные разведданные.